Всем привет! С вами Трестания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такое колье с применением янтарно-медовой трости. Начнем! Отрезаем часть нашей трости, ужимаем ее и катаем колбаску диаметром около 1 см. Режем ее на кусочки по полсантиметра толщиной. Каждый кусочек сплющиваем, придавая ему форму овала. Берем иголку и прокалываем наши камушки вдоль посередине. Я прокалываю сначала с одной стороны, потом с другой, в избежании зазоров. Камушки готовы! Приступаем к центральному элементу. Для этого берем белую полимерную глину, катаем шарик и сплющиваем его. Слегка ровняем скалкой. Берем текстурную формочку и хорошо прижимаем ее к нашей лепешке. Узор напоминает мне цветок, поэтому захотелось выделить каждый лепесточек. Для этого лезвием делаем надрезы в виде треугольников между будущими лепестками. После того, как все вырезано, нужно сгладить лепестки и придать ему округлую форму. Продолжение следует... Лепестки почти готовы, мне захотелось придать им немного текстуры. Просто делаю насечки, но не дохожу до самого центра цветка. Срезаем белую сердцевину цветка и формируем новую из уже готовых камушков. Золотую пудру наносим по выпуклым частям лепестки. Иголочкой делаем отверстие для крепления. Катаем колбаску из белой полимерной глины чуть меньше 1 см в диаметре. Ложим ее на мятую фольгу и катаем до появления текстуры. По рабочей поверхности насыпаем немного золотой пудры и обваливаем нашу заготовку в ней. Держим на кусочки и формируем бочонки, просто слегка надавливая. Теперь все элементы отправляем на запекание при температуре, указанной производителем. После запекания необходимо просверлить отверстие в белых бочонках и покрыть все элементы лаком. Белые я покрываю на один слой лака, только по краям, там где находится золотая пудра. У центрального элемента хорошо промазываю середину и выпуклые части лепестков. Продолжение следует... Приступаем к сборке. В сборке я использую спандекс и медную фурнитуру. Отрезаем 3 нити по 60 см длиной. На ромашку крепим бейл и продеваем нити через него. Каждую из сторон украшаю медными бусинами. Порядок сборки виден на фото. Затем на каждую нить нанизываю по 8 янтарно-медовых камушков. После янтарно-медовых берем 3 нити вместе и пронизываем на них бело-золотистые бочонки, формируя одну нить. Ну и заканчиваем все опять медной фурнитурой. Готово! А вот и наше колье во всей красе. Вы смотрели мастер-класс колье с применением янтарно-медовой трости от Тристани? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!